Шо происходит? Но одно я знаю точно, что второй голос я не буду этим красить. Запах прям такой, как будто я реально только что навестила бабуль на буфет. Почему так дорого? Писец просто. Я надеюсь, у меня не пошла аллергия, потому что это жить будет. Всем привет! Настало время годного контента на ютубе. Впрочем, ничего нового. И сегодня я решила отправиться в магазин и покупать там только самую дешевую косметику, которую только я смогу найти. В этом видео я пойду в магазины сетевые. То есть все, которые вы знаете, типа там Литуаль, Ревгош, Подружка, вот это вот все золотое яблоко. И буду покупать там только самую дешевую косметику, чтобы в дальнейшем посмотреть, во-первых, во сколько нам обойдется покупка полного набора косметики для повседневного макияжа, и во-вторых, посмотреть, насколько хороша или плоха будет магазинная косметика. Ну, в смысле, сетевая магазинная косметика. Я хочу сделать данный тип видео своей постоянной рубрикой. Например, я буду ходить в магазины или в рестораны и пробовать съесть самую дешевую еду, самую, не знаю, дорогую еду, самую дорогую косметику, самую дорогую одежду или самую дешевую одежду. И если вам нравится данная идея этого видео, то обязательно ставьте этому видео лайк, потому что если я увижу под этим видео много лайков, я пойму, что такая тема вам интересна, и буду ее продолжать как новая рубрика на моем канале. И, конечно же, прежде чем мы начнем, обязательно подписывайся на мой канал, тык, включай в себе уведомления о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. А мы начинаем! Ах да, меня, кстати, Лиса зовут. Так, нужно найти все самое дешевое. Мне нужен консультант, со мной не справлюсь. Консультантов, походу, нет. Придется, пока их нет, сама выбирать. Не, ну 200 – это дорого, нам нужно дешевле. 136, 91, 198, 192. А вы не можете консультантов позвать, пожалуйста, а то в зале никого нет. Здрасте. А вы не поможете мне с выбором? Мне нужна самая дешевая косметика, какая у вас есть. А что именно? Все. Ну, как минимум, тушь, тональник и что-нибудь для бровей. Можем посмотреть яссенс, можем посмотреть вивенцево. Ну, давайте посмотрим, я вот подобрала себе карандаш, он вообще дешевый получился, вот что-нибудь еще бы к нему. Тушь, тональные средства. Давайте подберем самое бюджетное, что можно выбрать. А может быть, щеточка такая, вот типа карандаш для бровей? Есть в таком формате что-то? Это самое светлое, да, считается? А вот эти вот, они типа темнее? А, так, ну да, вроде это подходит. Ну да, давайте тот, наверное, вы правильно подсказали. И можно еще из вивенцево посмотреть тогда. Что у нас там остается? Тушь. Окей, спасибо. Не, вроде все. Короче, мы зашли в подружку, и мне вышло раз, два, три, четыре позиции на сумму аж в тысячи две рублей. С учетом того, что у меня еще есть скидка есть в этом магазине. То есть, это самое дешевое, четыре средства, в целый косарь обошлось. Но при этом на кассе мне дали в подарок вот эту вот палетку. Поэтому я даже теперь не знаю, мне есть смысл покупать какие-то тени дешевые или остаться с этой палеткой, потому что мне ее дали бесплатно. То есть, получается, с учетом палетки 4 тысячи. Ну, я, наверное, под какую-то акцию попала. Но я вообще хз, потому что мне никто ничего не сказал. Мне просто сказали, выбирай подарок. Я такая, палетка, такая, ну да, я такая, а я возьму. Надо пудру найти дешевую. Финишная пудра, но это, очевидно, не мой цвет. А как цвет понять? Они же все одинаковые. Их шо? Ну вот отстой, не подходит. Итак, я накупила целую кучу всего. Ну, как кучу всего, я накупила все средства, которые понадобятся для того, чтобы сделать полноценный макияж. И давайте посмотрим, сколько у нас получилось здесь вообще суммарно за все по цене. Первый чек у меня получился на тысяча две рублей. Второй чек у меня получился внезапно вообще люто дорогой на две с половиной тысячи рублей. Две с половиной тысячи рублей. Итого, суммарно, чтобы получить всю косметику, которая у меня здесь лежит, я потратила в районе трех с половиной тысяч. Это еще при условии, что эту палетку мне дали бесплатно. Итак, давайте посмотрим, что у нас получилось. Поехали. Вот такой вот пудровый хойлайтер, тушь для ресниц, карандаш для бровей, еще одна тушь для ресниц, каюсь, я взяла случайно две, поэтому, наверное, можно вычесть из этой суммы рублей 300-400, но раз уж я взяла две туши, то предлагаю попробовать одну на одном глазу, вторую, соответственно, на другом глазу Тональный крем, набор для контурирования, не самая must-have на каждый день тема, но, тем не менее, такая должна быть штука в косметичке, если вы иногда делаете макияж для фотографии или если вы предпочитаете послужнее макияжи Пудра обыкновенная, помада, карандаш для бровей, карандаш для губ, подводка гелевая и румяшечки Собственно, вот это наша косметика Я начинаю макияж с тонального средства и здесь сразу хочу отметить, что у меня ровно точно такой же тон от Essence, я пользуюсь очень давно и, в принципе, достаточно часто вам о нем рассказываю, потому что он максимально топовый Вы посмотрите до-после и, так сказать, сравните результат Бонус этого тона в том, что его можно наносить также без использования какой-нибудь кисти или спонжа, он вполне нормально пальчиками наносится Как видите, с тоном у нас претензий нет никаких, поэтому бюджетный тон, в принципе, нормально сработал Дальше, конечно же, я приступаю к бровям и брови у нас от того же самого бренда, от Essence получается Карандаш для бровей стоит 136 рублей, а мус тональный, которым я пользовалась, стоил 346 рублей То, что хочу отметить сразу, что меня обрадовало, это то, что выбор цветов карандашей этого плана был достаточно большой, несмотря на то, что цена, но согласитесь, она очень-очень-очень приятная Так, я накрасила одну бровь, какой мы можем сделать? Во-первых, карандаш очень интересного цвета Он прям вот то, что нужно для моих бровей, хотя я уверена была, что такой, знаете ли, экспириенс достаточно тяжело будет повторить Плюсы карандаша, он в принципе норм, но он достаточно мягкий И если вы предпочитаете жесткие фактуры, чтобы вам вот прям распровела и четкая линия, то здесь этим карандашом такого не получится И у него совершенно, конечно, вот эта вот кисточка, она такая, я бы назвала ее кисточка издевательская Но, в принципе, в целом, за такие деньги мы можем спустить просто все эти недостатки, потому что, ну, объективно норм Для начала, прежде чем приступить к контурингу, я возьму пудру и заодно проверю ее Сама пудра выглядит таким образом, кстати говоря, сейчас поорете Тупо зацените, да? Ничего не напоминает упаковка, это-то, конечно, поболее по размеру будет, но, блин, они же вообще одинаковые или меня глючит, нет? Так, внутри вот так выглядит спонжик, зеркальце, все, в принципе, идеально Этим спонжем я и попробую пудру нанести Здесь, короче, очень большой расход идет пудры, если ты вот этой вот черточкой туда впихиваешься И она достаточно сильно пылит, это мне, конечно, вообще не понравилось Но при этом при нанесении кожа действительно становится суперматовой И, просто сказать, можно сказать, уничтожается любая текстура кожи, получается прям эффект такой супермасс Это определенно плюс Я без понятия, как она будет расходоваться, эта пудра, но если у нее с расходом дела будут обстоять неплохо То тогда я считаю, что это, в принципе, максимально достойная пудра И за этот бюджет и прям вообще то, что надо Ну, а теперь приступаем к контурингу Я вообще не знаю, что это за бренд, я первый раз его встречаю Я даже не знаю, как он читается А, Bronx, Bronx Colors, окей Ну, я, конечно, понимаю, что, скорее всего, это мой чисто косяк Но здесь нет упаковки Вот так вот это выглядит Возможно, существует палетка, куда ты должна все это вставлять Никакой упаковки нет, разве что вот эта вот пластиковая в комплекте Буду отсюда, так сказать, черпать вдохновение И надеюсь, что этот контуринг окажется топовым Потому что, если он окажется не топовым, я буду очень-очень недовольна Я смотрю в зеркало, и я не вижу здесь вот этой вот черной бороды Смотрю сюда, и ба-бац, бородачком стало Как это произошло, я не знаю То есть, реально, я смотрю в зеркало, и я почему-то не понимаю Видимо, эта косметика не для поседененного использования А для профессионалов, которые делают, типа, там, знаете, грим, там, не знаю На телек, на съемки Потому что в жизни непонятно То есть, видно, что что-то не то, но непонятно И хрен ее растушую, что это черная борода И вот что мне теперь делать? Остается только щетину нарисовать Ну, пипец Ну, скажем так, с растушевкой этого средства однозначные проблемы И оно, да, не зашло мне вообще Я его просто не понимаю Это такая странная фигня Может, пальцем его потыкать? Ну, прям вот пальцем коричнево-коричнево При этом на лицо наносишь, непонятно Вот, даже, да, когда с пальца переношу на руку, тоже непонятно Вроде как цвет есть, вроде как его нет Вроде все остается на кисти И просто, что происходит? Давайте откроем беленький Может быть, беленький будет поинтереснее, получше Проверим Не, ну, Рилу, видите, вот это вот пятно черное? Да нет его в жизни, его в жизни нет Я не знаю, чего не так просто Я не знаю, что делать Я в жизни смотрю, не вижу На камере вижу Это что за магия такая? Обычно все наоборот Обычно смотришь в камеру, нифига не видно В зеркало смотришь, так как Господи, боже мой Все то же самое в этой упаковке, что и в той Ну, понятно, что это сделано на экономии ради Но все равно странно И цвет, ох, нифига себе Пигментирован весьма Ого, а вот это вот уже интересно Посмотрите, как оно реально выбеливает просто Вот эта вот белая фигня, знаете ли, мне понравилась на максималках Давайте проверим по цене, сколько стоило белая, сколько стоило коричневая Кстати, есть еще румяна из этой серии, но к румяну мы вернемся потом А, короче, они все по 314 рублей Ну, вот белая штука мне понравилась, темная нет То есть палетка из двух теней уже вот эта вот получилась бы достаточно дорогая Уже как бы 628 А это совсем уже не совсем дешево Совсем не совсем дешево, ну понимаете Далее вот эта вот палетка для теней Палетка, которую по счастливой случайности досталась мне бесплатно Но учитывая то, что я взяла две туши И нужна как бы по идее одна Я считаю, что можно сказать, что мы компенсировали цену Ибо цена на палетке плюс-минус 300-400-500 рублей Так что как раз можно минус одну тушь сделать Я начну макияж вот с этого вот цвета Он самый темный, такой кирпичный Такие оттенки я люблю И, в принципе, я надеюсь, что он будет соответствовать моим Ну, не то чтобы завышенным, но моим таким средним ожиданиям Я думаю, вы видите все сами Цвет достаточно яркий Конечно, он, не могу сказать, что это самые лучшие тени в мире Но передался вполне неплохо Давайте растушуем его вместе вот с этим вот Который посветлее будет оранжевый Единственное, что мне не очень нравится Это то, что здесь только три матовых оттенка А не водные, раз, два, три Все остальные это цвета с шиммером Хотя, конечно, это исключительно вкусовщина Возможно, что вам, наоборот, нравится с шиммером цвет Поставила пятно, придется пальцем подтирать Я не говорю, что вы так не делаете Хочется выделить внешний уголок глаз с темными тенями Но здесь такого ничего нет Поэтому возьму основной цвет сейчас Который вот этот вот самый обычный матовый Нанесу его на все подвижное веко И потом что-нибудь еще придумаю, что делать Хотя, на самом деле, даже не знаю, что еще и поделать тут Кроме как шиммером бабах В целом пойдет, но можно было лучше И, конечно, мне не хватает разных всевозможных цветов Поэтому придется использовать эти всякие блестяшки Вот этим вот блестяшным, да, пришлось сделать Какое-то такое вот подобие на затемнение кончика Плюс все как-то немножко грязно перемешивается И проблема тут не в том, что у меня вместо рук крапки Ну, в смысле, у кого-то лапки, а у меня крапки Ну, нет, даже не в этом тут дело Ладно, давайте подведем нижнее веко Тогда уж подведу вот этими вот тенями, которые кирпичные Потому что если я воспользуюсь этим, у меня просто будет лютая грязь И закончим на этом с палиткой Такой вот карандашик для глаз Это тоже эссенс Я выбрала графитовый цвет, если честно, я на то и рассчитывала Но сейчас, когда я на него смотрю, понимаю, что он как бы немного сиреневый А при освещении в магазине мне казалось, что он темно-серый Ну, ладно Надеюсь, это не сильно испаханит макияж Мне очень нравится, как выглядит межресничная подводка Но ее настолько лениво обычно мне делать Поэтому я делаю, так сказать, версию light И у меня зачесался глаз шоп-писец просто Я надеюсь, у меня не пошла аллергия, потому что это жесть будет Так, вообще неприятное ощущение в глазу Какая-то жесть Нет, эссенс не должен быть аллергенным Это вообще не тот бренд Глаз весь покраснел Пацаны, глаз покраснел Реально, смотрите Тут и тут Прям аж слизица начинает и краснеть Я не знаю, что делать Но одно я знаю точно то, что второй глаз я не буду этим красить Что-то я вообще так-то в шоке Типа, что? Фак Реально Реально тупо глаз покраснел Начал слизиться По-моему, это вообще второй раз только за всю историю моего канала Когда мне пришла какая-то аллергия на косметику Потому что обычно у меня никогда не бывает А здесь я не знаю Если вы пользуетесь этим карандашиком Если он у вас есть Напишите, пожалуйста, в комменты Какого у вас есть цвета И были ли у вас какие-то проблемы с ним Потому что это будет реально очень интересно И в этот бренд он не должен вызывать такие вообще впечатления Значит, есть тушь эта, есть тушь эта Эта стоила 305 рублей Эта стоила 299 Разница не такая уж и большая Так, значит, пусть левый дефектный глаз у нас будет Вот это вот Сакура Бандо Давайте ее откроем Маленькая тушь, больше похожа на миниатюру What the fuck Оцените разницу 299 рублей и 305 При этом это у нас полноценный нормальный продукт А это какая-то миниатюрка Почему так дорого? Запаха не имеет Безопасность вроде Пахнет безопасностью То есть никак Ну, в принципе, наносится она нормально Я ожидала гораздо худшего, если честно Но в целом я немножко шокирована от этой цены Потому что это реально маленькая какая-то тестер Тревел сайз, даже если быть точнее, версия туши Сразу отмечу разницу Та тушь, которая Сакура, она наносилась как-то более сухо То есть у меня было такое ощущение, как будто тушь уже немножко полежавшая И это скорее плюс, чем минус, если она реально просто такая сама в себя А не потому что она залежалась и это какой-то хлам Сакура мне нравится больше Она дает более длинные ресницы, более объемные И лучше прокрашивает их у корней Vivienne собой дает какой-то не совсем понятный мне эффект Конкретно в случае этой туши У нижних ресниц ситуация плюс-минус такая же В том плане, что это мне нравится больше, нежели чем это Ах да, кстати говоря, обязательно подписывайтесь на мой инстаграм Если вы еще не подписаны Потому что есть хорошая новость Я лечу в Корею Вот уже на днях я лечу в Корею на целый месяц На целый месяц Вы представляете, на целый месяц Я не знаю, как так произошло Я не знаю вообще, что в моей жизни так, что в моей жизни не так Но я лечу туда на целый месяц Поэтому обязательно подписывайтесь И следите за моими стори, за моими фотками Потому что их будет супер много И конечно же мы будем покупать всякую разную корейскую косметику Тестировать ее, ходить по разным магазинам В общем, обязательно подписывайтесь на мой инстаграм Я вас там очень жду И ссылочка по традиции, как всегда, будет в описании И в первом закрепленном комментарии А я считаю, что самое время дальше приступить Румяшечки Опять предстоит работа с этой потрясающей, просто потрясающей упаковкой Яркие такие, интересные, сочные Скажем так, румяна средней поршивости И нет, слово порш Нет-нет-нет Они пигментированы, слабо растушевываются Как-то непонятно растушевываются Ну и я не знаю, короче, что с ними не так Вы знаете, просто иногда бывает Вот здесь же что-то не так Это не может даже только понять, что не так Но просто все не так И нельзя пить воду из горла ковшины Нужна чашка Что? Может быть, хойлайтер нас порадует сильнее? Потому что следующая очередь именно хойлайтера И снова сакура-анимешка Бонду Вот так вот сие потрясающее великолепие выглядит И сие потрясающее великолепие стоит 299 рублей Если одна из упаковок у нас была похожа на упаковку Chanel То это чисто упаковка MAC Ну ладно Что-то я совсем не ожидала такого подхода Честно скажу, сначала не понравилось Теперь нравится Но запах мерзковатый Какой-то немножко резиновый Но это, наверное, единственный недостаток Потому что смотрите, как сияет Мне кажется, очень красивый хайлайтер У него еще такой какой-то влажный финиш И сам по себе он немного кремовый, сам по себе он немного влажный Так что за 299 рублей вот хайлайтер классный И самое последнее, что у нас осталось на сегодня Это помада Vivienne Sabo И карандаш Вот не надо мне говорить, что вы так не делаете Когда я ходила в школу, у меня был карандаш от L'Etoile И мне он очень нравился Но этот мне вообще не нравится Что с ним? Вы что, прикалываетесь? Серьезно? What the fuck с этим карандашом? Как карандаш может лезть такими проплешинами и кусками? Я в шоке, это самый лютый, наверное, продукт От карандаша просто в ужасе Я даже, я растерялась Вы понимаете, мне нечего сказать, я в ужасе Поэтому я просто нанесу молча помаду Запах прям такой, как будто я реально Только что навестила бабули на буфет На самом деле, эта помада-то нормальная Она мягкая, она нанеслась в первый раз Но цвет просто не мой Он слишком светлый для моего цвета кожи Впрочем, я не знаю, кому идет такая помада, но Явно не мне Вот Что ж, такое видео сегодня у меня получилось Такое макияж у меня сегодня получилось Обязательно подписывайтесь на мой канал Обязательно ставьте лайк, если вы хотите продолжение этой рубрики И обязательно напишите в комментарии Какой тип видео из этой рубрики вы бы хотели видеть дальше Может быть, вы хотите влог, где я в течение целого дня Питаюсь в разных ресторанах Например, супердорогих И беру самое дорогое все, что есть в меню Или, наоборот, супердешевых ресторанах И беру все самое дешевое, что есть в меню Ну и всем спасибо за просмотр И всем пока-пока До новых встреч